Сегодня мне выпала честь взять интервью у Натальи Бекер-старшей. Наталья, здравствуйте! Я очень счастлива, что у меня есть такая возможность поговорить с вами и задать вам вопросы. Анечка, мне-то настолько сегодня было приятный сюрприз увидеть, что ты будешь брать у меня интервью. Мне очень приятно на самом деле и встретиться, и пообщаться. Спасибо, отлично, поехали! Наташа, вы являетесь руководителем студии Oasis Dance. Сколько лет существует уже ваша студия? С 2004 года мы, собственно, и существуем официально, потому что до того, как я просто занималась, и до того, как я выиграла чемпионат мира в 2004 году, я почему-то считала, что я не имею права преподавать и давать кому-то, так сказать, информацию, учить чему-то именно в области болидэнс. Я, конечно, была уже достаточно, ну, таким, скажем так, титулованным хореографом. У меня там были лучшие постановки года, там и так далее, но это было не в области болидэнс, а, в общем, в другой хореографии. А в «Танце живота» мне, ну, я была сама еще ученицей, и мне хотелось сначала достичь чего-то, а потом уже я посчитала, что я имею право, так сказать, открыть школу и позволить себе кого-то учить. Ну, сейчас очень много восточных школ, и в Санкт-Петербурге тоже. Сложно ли оставаться на плаву? Идут ли ученики новые? Как вот с этим обстоят дела сейчас? Ученики всегда идут, и новые, и старые. Что касается, сложно ли оставаться на плаву, да, сложно. Ну, я могу сказать, что если бы не Бекер-младшая, наверное, мне было бы это сложнее, поскольку мы плывем в одной лодке, она гребет немножечко быстрее, я основательнее, но медленнее, поэтому мы, как бы, компенсируем друг друга, и, в принципе, такой у нас тандем, и соблюдается баланс, который нас ведет дальше, дальше, выше, выше, и пока остаемся, можно сказать, в топе все равно. Да, вы молодцы. А рентабельно ли вообще держать школы? Нерентабельно. Если вы хотите заниматься с домохозяйками, и, ну, как-то мне кто-то сказал, не помню кто, человека-часы иметь у себя в школе, человека-абонементы с соответствующими денежными вознаграждениями, за которые, на которые, собственно, и существует школа, это одна история. Если вы хотите готовить чемпионов, неважно, команда, это дуэт или солист, то, безусловно, это другая история, и она менее рентабельна. В спорте, в любом, там, бальники, спорт, художественная гимнастика, фигуристы, всех чемпионов практически спонсируют, у них есть тот, кто помогает финансово, потому что то количество времени, которое человек, спортсмен или танцор тратит на подготовку, и, соответственно, тренер это количество часов тратит на подготовку, оно, безусловно, не окупается. И, конечно, вот в этой ситуации нужна поддержка, нужны спонсоры. В фигурном катании они есть, в художественной гимнастике они есть, поэтому им, может быть, чуть проще, поскольку у нас танец живота не считается ни искусством, ни спортом вообще не особо чем считается, нам, конечно, сложнее. Поэтому всегда такая дилемма, либо ты зарабатываешь деньги, либо ты делаешь чемпионов. Я делаю чемпионов. Отлично. Сейчас проходит уже 16-й фестиваль Азис Дэнс. Азис фестиваль? Да, ну всё. Нормально, нормально. Да. Сейчас проходит уже 16-й фестиваль. А сейчас Азис фестиваль? Азис фестиваль. Что такое? Сейчас соберёмся. Сейчас проходит уже 16-й Азис фестиваль. Я знаю, что Вы какое-то время хотели прекратить его делать, но в то же время вновь и вновь Вы его делаете. Что Вас заставляет его делать и что вдохновляет, может быть, несмотря на трудности? Да, несмотря на трудности, потому что трудности есть, трудности, в принципе, организационные, с тем, что очень сложно снимать площадки, очень сложно собирать людей, очень большая конкуренция среди фестивалей, сложности, конечно, большие с финансами. С финансами финансировать такие проекты с каждым годом все сложнее и сложнее, потому что экономика, она все касается не то чтобы в первую очередь искусства и культуры, но это не самая наша основная, так сказать, сфера для выживания, когда существуют экономические сложности в стране. Поэтому на эту сферу деятельности и жизнедеятельности человек отвозит, ну скажем, наименьшее количество денег в своей жизни, поэтому, соответственно, эти экономические сложности и трудности очень сильно влияют и на проекты такие вот культурные, касаемые развития танцевального направления. А что касается того, что я хотела закрывать, да, наверное, я его не особо хотела, просто я его немножечко притормозила, и связано это было, поверьте, даже не с экономическими какими-то причинами, а с причинами здоровья. У меня не хватало элементарно здоровья заниматься этими проектами, вот, и поэтому какой-то год я провела только мастер-классы без конкурса, ну так, лайт такой вариант, какой-то год, ну, скажем, совсем малочисленный количеством звезд, ну, то есть на плаву мы оставались вроде как, и мне было все равно интересно этим заниматься, но объем и объем рекламы, объем, может быть, привлеченных людей, он сократился. Я это сознательно делала, потому что, вот еще раз повторю, мне не хватало здоровья. Вот, и после 2016 года я принесла очень две тяжелые операции, сумела восстановиться, и я сказала, что теперь, наконец, я в 2017 году позволю себе, так сказать, вновь в себя порадовать, прежде всего себя, я эгоистка. Я говорю, я всегда приглашаю на свой фестиваль тех людей, которые, прежде всего, мне интересны, у которых мне интересно поучиться, с ними поговорить, пообщаться, потому что наш рост творческий, он происходит личностный, и фестивальный он происходит не только от тех мастер-классов или выученных по, от педагогов, но и просто в результате общения. Мы растем эмоциями. Мне нужны были красивые, хорошие эмоции, которые дарят мне красивые и интересные для меня люди. И вот в этом году вот такая, скажем, реанимация, можно сказать, и меня, и фестиваля произошла. И чем я питаюсь? Вот я и питаюсь этими эмоциями, которые дарят мне мои любимые, самые красивые, самые талантливые люди, которых я приглашаю на свой фестиваль. Спасибо, что вы это делаете. Я думаю, что очень многие рады, и по отзывам даже уже сейчас, вот фестиваль еще не прошел, очень все довольны и счастливы. Как вы на сегодняшний день оцениваете бэлли-дэнс, тенденции, в каком направлении развивается? Что вы видите вообще в бэлли-дэнсе? Что я вижу? Ну, скажем так, я вижу такое, знаете, проникновение в наш стиль, многих танцевальных культур и танцевальных направлений. И это, в общем, неплохо. Это соответствует, так сказать, нашему времени, потому что не только в бэлли-дэнс, но и, в принципе, во всем, что касается музыки, что касается изобразительного искусства, скульптуры, не знаю, всех видов искусства, идет такое, знаете, взаимонаполнение. И очень много черпаем мы из других танцевальных направлений, и, в принципе, даже из кино, из каких-то, я не знаю, оперет, мюзиклов. И это неплохо. Я считаю, что это неплохо, потому что люди, которые вкрапляют в этот танец те или иные материалы, интересные им, значит, они это читают, значит, они это смотрят, значит, они слушают эту классическую музыку и так далее. То есть их кругозор расширяется, они культурно обогащаются, и вот это вот богатство они вносят в наш танец. И это, я считаю, неплохо. Поскольку это, тем более, если мы все хотим соответствовать сегодняшнему дню и соответствовать тенденциям сегодняшнего дня, то бэлли-дэнс должен все-таки, как и любой вид искусства, следить за тем, что сегодня творится в мире. Поэтому я считаю, что это нормально. А это тенденция только для России или мировая какая-то тенденция? Нет, это абсолютно мировая такая тенденция. И в Каире сейчас танцовщицы танцуют не так, как танцевали даже 10 лет назад. Безусловно, это классические какие-то моменты, они и законы этого танца, они присутствуют и у носителей культуры, и мы стараемся их изучать и придерживаться этого. Но сегодняшний день нам тоже диктуют какие-то новые правила, по которым нам нужно играть. Наташа, поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями о том мастер-классе, который вам запомнился. У меня есть мастера, которых я очень люблю, и чисто по-человечески, и как специалисты. Натамир Талеп мне очень нравится. Он у нас трижды приезжал из Аргентины на наш фестиваль. Наверное, да, я его первая привезла в Россию, познакомила с его творчеством. Он меня действительно поразил своим мастер-классом, который я посетила в Берлине, находясь на фестивале в Европе. Это что касается того мастера или гуру, которого я сюда приглашала. А вообще, знаете, меня поразил один мастер-класс, очень интересный, Дины. Это было достаточно, наверное, давно, может быть, лет даже 10 назад. И мне показалось, ну, поскольку я все-таки уже на тот период, у меня было более 20 лет педагогического хореографического стажа, достаточно грамотный был специалист, который умеет строить уроки грамотно, раскладывать материал для учеников и так далее. Ну, есть какие-то, да, вот такие моменты, которые специалист, дающий мастер-класс, должен уметь и иметь в голове как бы базовые знания. Вот, и когда я была на мастер-классе у Дины в Каире на фестивале, я увидела, на мой взгляд, пусть это будет субъективный взгляд специалиста, все-таки таковыми себя считаю, я увидела совершенно безграмотный урок, не построенный, не… ну, КПД такого урока было минимально, я имею в виду для учеников. Но я поняла, что делать на этом уроке ничего не надо, надо просто сидеть и смотреть, что, собственно, я и сделала. Я села к стеночке, у стеночки поближе к педагогу, ну, чтобы, так сказать, повиднее было, и могу сказать, что я получила колоссальное удовольствие, там, с мурашками вот по коже, со слезами на глазах, это вот я вспоминаю, у меня реально накатывает вот эти вот все воспоминания, потому что это действительно было сильнейшее впечатление. Ну, при этом я, как специалист с холодной головой, понимала, что, ну, урок так мягко скажем-то бездарный, я имею в виду в плане педагогики, вот. Но эмоционально я была абсолютно сражена, это при всем при том, что я не знаю арабского языка, я не понимаю там перевод песен, т.д. У человека с английским языком тоже все не очень здорово, да и публика, которая там, значит, стояла, разношерстная из разных стран, тоже не особо владела ни арабским, ни английским языком, вот. Но при всем при этом я хочу сказать о том, что действительно язык танца – это международный язык, который, язык музыки – это международный язык, который, ну, неплохо было бы знать, конечно, арабский язык, но это тот язык, который, на котором говорят все люди, абсолютно не общаясь и без всякого языка, и не испытывая языкового барьера. Поэтому это, да, очень сильное впечатление для меня было. Тогда какой должен быть мастер-класс, чтобы он был ярким и запоминающимся? В идеале! В идеале! В идеале! Конечно, я считаю, что все-таки мастер-класс должен быть правильно построенным. Педагог умеет, должен уметь говорить правильными терминами, все-таки танцевальными. Я считаю, что педагог должен уметь чувствовать аудиторию и ее уровень. Я думаю, что педагог должен, я имею в виду технический уровень и уровень восприятия того материала, который он дает. Но еще не менее, а более этого важно то, что человек, педагог чувствует, на какой волне эмоциональной идет общение его с учениками. И вот поймать эту волну и дать материал высококачественный в техническом и, так сказать, танцевальном моменте, вот эмоционально дожать, додать, запустить на свою волну учеников и с ними вот проплыть весь мастер-класс в унисон, пропеть душой, это, конечно, фантастика. Болидэнс сейчас это шоу-бизнес. А в шоу-бизнесе, как мы знаем, не все средства хорошие, слово подобрать. Не всегда бывает все порядочно и корректно. А в шоу-бизнесе не всегда все порядочно и корректно. Сталкивались ли вы с этим либо во время танцев, либо, может быть, с педагогами в студии? Мы, конечно, хотим знать имена, но говорить их не обязательно. Сталкивались ли вы с таким некорректным поведением в свой адрес или в адрес своей школы? Ну, насчет вот, что Болидэнс это шоу-бизнес, я бы, знаете, вот как раз, когда начинаются вот какие-то подобного рода, ну, а-ля от шоу-бизнеса некорректности или там какие-то непорядочные моменты, я всегда говорю, ребята, наверное, вы путаете наш танец живота с шоу-бизнесом. Это не те деньги, это вообще не то. Если бы там, ну, не знаю, цена вопроса стоила, ну, десятков миллионов долларов, может быть, можно было, наверное, какие-то применить, так сказать, средства, дабы получить вот тот желаемый результат. Но это не шоу-бизнес, ребята, вы, наверное, путаете. Это всего лишь, ну, не знаю, танцевальные кружки. Мы, конечно, пытаемся это вывести в нашей стране на какой-то уровень искусства, но если о чем, собственно, говорить, если в арабских странах это не считается искусством топовым, то в нашей стране, я бы сказала, даже в ханжеской стране все-таки, вот, где Маринка — это искусство, консерватория — это искусство, Академия Ваганова — это искусство, а танец живота — это не искусство и не шоу-бизнес. Вы меня, конечно, извините. Я пытаюсь, я всеми средствами пытаюсь это сделать. Для этого я арендую серьезные площадки, большой концертный зал. У нас в Питере, там, мюзик-холл, и стараюсь это сделать достойно, с рекламой в метро, с продажами билетов во всех театральных кассах города, чтобы это было на уровне каких-то мюзиклов, спектаклей, концертов и так далее. Но это все такие, ну, скажем, слабые попытки одной слабой женщины, которая пытается что-то сделать. Вот. Но по поводу... И вот, кстати, по поводу... Это не шоу-бизнес, это не... Для меня вот это все средства хороши. Для меня нет таких средств. Потому что, как я сказала, для меня это не шоу-бизнес. Это такое занятие по интересам. Ну, это не то, чем, собственно, я в этой жизни только этим живу. Я имею в виду чисто с финансовой точки зрения. Вот. Поэтому все средства хороши, это не про меня. А сталкивались я... Ну, наверное, сталкивалась. Наверное, думаю, что не секрет, поскольку сейчас мы даем интервью для такого соцсети, где, собственно, все эти средства и выплывают. Ну да, кружки кружками, а не три какие-то шоу-бизнесские, я бы сказала. Ну, это такой детский сад, вторая четверть. Поэтому... Мне это не трогает и не грозит. Наверное, в этой жизни, я знаете, как говорю, меня в этой жизни задеть и обидеть может только один человек. Это мой собственный ребенок. Все остальное... Ну, мы об этом еще поговорим. В паблике «Подслушанно Болиденс» очень часто сейчас стали всплывать такие вопросы и ситуации, где говорится о неблагодарности ученику к своим педагогам. Сталкивались ли вы с таким? Потому что сейчас есть такое, что ученики учатся то у одних педагогов, а потом переходят к другим. Как вы к этому относитесь? Ой, спокойно отношусь. Да, учитесь у кого угодно. Если вы считаете, что вам учиться надо там, да и учитесь на здоровье. Каждый... Вот моя задача — научить учиться. Вот меня в свое время хорошо научили учиться. Я умею выбирать педагогов, я умею выбирать учителей и умею у них учиться. Чему, собственно, я благодарна за что своим педагогам. И пытаюсь этому уже, собственно, научить своих учеников. И если я им дала знания, и они посчитали нужным, возможным учиться еще у кого-то или только у кого-то другого, да и пожалуйста, меня это абсолютно не трогает. Ну, я тоже являюсь вашей ученицей, и я очень благодарна вам за то, что вы в моей жизни. Но вот я осознала, что вы для меня сделали. Все-таки через несколько лет только, да? Может быть, такое происходит часто? Я хочу сказать, вот, может быть, это... Да простят меня поклонники и профессионалы от болиденса. Я говорю, недоделанный болиденс, ну извините. Потому что вот в классической хореографии, в спорте, ну я вот из спорта, да, у меня есть хорошая база хореографии с хорошими педагогами. Там есть четко выстроенные отношения. Тренер-ученик, педагог-ученик. Правила поведения в балетном зале, правила поведения на спортивной площадке. То есть это, ну, писанные, не писанные, я не знаю, законы, потому что это было с детства, я не знаю, там, прописывались они с родителями или эти там договора. По-моему, тогда ничего такого не было. Вот. Но эти законы, они работали. И по этим законам воспитывались спортсмены, достигали каких-то определенных больших и не очень результатов. Но это были, это правила, да, гласные, негласные. В нашем недоделанном балетенце, ну честно сказать, творится черт знает что между отношениями вот педагог и ученик. И очень часто приходят люди с улицы к нам в залы, да, в танцевальные, заниматься восточным танцем. Это неплохо. Это неплохо. Вы знаете, когда Аня Борисова начала заниматься восточным танцем, ну так быстро, вот, да, вот пример. Анечка выросла на моем фестивале, я просто ее наблюдала, вот как она растет, и безумно ее люблю. И наблюдаю за ее потрясающей вообще карьерой. Но человек пришел без хореографического образования, не из спорта. И добился потрясающих результатов. У нас замечательный вид танцевания, который позволяет это сделать. Но один минус. Если в хореографии или в балете невозможно стать чемпионом мира, там победить, я не знаю, конкурсы, плесецкое выиграть, или там стать олимпийским чемпионом, если ты не занимался с детства, а так в 20 лет пришел, там вдруг ножкой подергал и стал чемпионом мира по художественной гимнастике, вы же понимаете, что это невозможно. Дисциплина, тренировка, это вот с таких вот лет. И это организовывает, это выстраивает правильные отношения между родителем, тренером, ребенком. И это вот с ним растет на протяжении и до того результата. И уважение. Естественно, да. То в нашем виде танцевания. Вот она шла по улице, шла, увидела красивую картинку. У всех же по-разному они приходят в мир бэли-дэнса. Кто-то посмотрел фильм «Клоун», понимаете, его тюкнуло, стукнуло, и он пришел в зал заниматься. У кого еще там какие-то в Турции? Вот я, например, там из Животап совершенно случайно пришла. Вот вообще случайно. И ну вот у каждого там в 28 лет, в 30 почти. Вот. У каждого по-разному это случается. И это совершенно не связано с какой-то хореографией предварительной, с каким-то видом спорта, которым он занимался, и имеет выстроенные вот эти вот отношения, правильные, грамотные. Поэтому, к сожалению, мы пожинаем, с одной стороны, положительное, то, что в тайне живота можно прийти в любом возрасте и достичь результатов. И мы видим примеры, замечательные примеры, вот восторг мой. А с другой стороны, к сожалению, вот обратная сторона медали такова, что люди не очень воспитанные и не могут выстроить правильное отношение. Ну, да, в общем-то понятно, но ничего, все в наших руках будем воспитывать. Наталья, что, на Ваш взгляд, нужно от насовщицы, чтобы стать востребованной, успешной, популярной, чтобы стать свистой? Ай, три вещи. Желание, время и деньги. Вот имея вот эти вот три вещи, мы можем дальше уже от них. Время и деньги и желание позволяют нам выбрать тренера, ну, по желанию, по своему мироощущению, по контакту, насколько подходит, не подходит. Живет он в этом городе или в этой стране, и я желаю его, и у меня есть деньги на него, на этого тренера поехать в Аргентину, в Каир, в Россию, в Санкт-Петербург, почему бы и нет. Вот. И время на то же самое, на свои хотелки и на свои путешествия. Прямо вот так любого человека можно сделать? То есть талант не играет никакую роль? Трудолюбие. А если есть желание и трудолюбие, то можно достичь многого. Интересный вариант, мне понравился. А что такое, по-вашему, харизма? С ней рождаются или её можно придумать? Её можно придумать, да? Её можно придумать, да, можно. Кстати, этот вопрос, что такое-то заслушалось вас. Этот вопрос, прям к предыдущему вопросу очень хорошо подходит. А что такое харизма? Что такое? Можно ли её развить или с ней рождаются? Ну, наверное, я думаю, что рождаются. И, наверное, я думаю, что можно её развить. Во всяком случае, высвободить то, что в тебе есть, не зажать, не, так сказать, не комплексовать. Не вот внутренняя вот эта вот скукоженность какая-то, сдержанность искусственная. И с ней можно бороться и выпустить то, что у тебя есть внутри. И вообще, мне кажется, вот если у тебя есть в этой жизни что сказать, и если убрать вот эту вот скованность и зажатость, ты обязательно скажешь, если ты не дурак. То есть получается, что все с харизмой рождаются? Все с харизмой рождаются. Просто у кого-то она сильнее, у кого-то не совсем сильная. Да, и от педагога, наверное, зависит, чтобы... Да, раскрыть, да. Следующий вопрос будет о здоровье. Потому что вы уже как-то косвенно сказали. Ну, что дадим его? Давайте. Сейчас, так много. Про лицей. Наталья, в паблике недавно... Ну, прикольно, что ты так ошибаешься, прикольно. Ну, надо же продолжать. Да ты что-то так много букв, и хочешь, чтобы как-то... Не, просто ни в коем случае не хочу кому-то сказать, что... Вопросы немножко не в моей речи, как бы. Да, бывает такое, что написано, они мне прямо на язык не ложатся. Вот, поэтому мне надо немножко это переварить. Перефразировать. Да, перефразировать. А потом у нас в паблике... Ну, ладно, допустим, Наташа, у нас в паблике поднималась тема вашего здоровья. Что сейчас у вас со здоровьем? Как обстоят дела? Если честно, я не читала тему, касаемую моего здоровья. Может быть, к лучшему? Ну да, возможно. Ну что, со здоровьем всё хорошо. Семь лет моего нездоровья прошли. Как я прожила эти семь лет, я не помню. И, честно сказать, не хочу вспоминать. Это было, правда, очень тяжело. И я тут как-то даже сказала... А, вчера, кстати, после концерта, под впечатлением того, что вчера произошло у нас на шоу, это действительно была фантастика. Я получила истинное удовольствие, несмотря там... Ну, как всегда, знаете, бывает на концертах и то, и пятое, и десятое. Но это все знают только в гримёрке. В зрительном зале никто не знает. И наблюдая за нашими артистами из-за кулис, я действительно испытала потрясающее удовольствие. И вот под впечатлением этого всего мы с Натальей, с дочкой, находясь в машине, открыли прямой эфир. И вот как раз я сказала, да, большое спасибо за те семь лет поддержки, которые мне оказывала моя собственная дочь, помогая мне одеваться, выходить, садиться в машину, подниматься по ступенькам в тренировочный зал. И спасибо всем моим ученицам, кто наблюдал за этим и всё-таки оставался в команде и верил в меня. Ну, мы и побеждали, извините, все эти годы. Никто же не знал, что всё так и не здорово. Вот. Но всё это прошло, и это здорово, и мне это очень... Наверное, меня это очень многому научило. Теперь я поднимаюсь с кровати, и неважно, что в Питере, плохая погода. Всё, что у нас не бывает, это все. Да, я открываю глаза, и я просто счастлива. И, да, тяжёлый 2016 год. Две операции, два серьёзных восстановления. Тяжко было. Вот. Спасибо ученицам, те, кто остались со мной, те, кто верили в меня. И спасибо моей дочери ещё раз. Которая меня поддерживала и помогала мне. Вот. Водила меня за руки в прямом смысле. Вот, кстати, о дочери. Говорят, что у вас сложные отношения. А какие же у вас отношения с Наташей Бекером-младшей? Ну, слушайте, наверное, если два... Ну, я так не буду особо скромничать. Два талантливых человека живут вместе и творят вместе. Как вы думаете, это должно быть просто так и легко? Нет, это априори не может быть легко и просто. Наверное, и не нужно. Ну, я хочу сказать, что она никогда не была лёгким ребёнком. Поэтому для меня, в общем, тот процесс роста, который я наблюдала с детского возраста и до становления её сегодняшнего, всегда был сложен. И мне хватило ума, мудрости, я не знаю, какого-то чутья женского. Не задавить её, не заставлять ничего делать. Она превратилась в то, во что она должна была превратиться сама. Не я. Ни в коем случае ни пихания, ни толкания, ни наставления. Все пинки под зад давала она сама себе. Ну, я это точно знаю, потому что я кое-что видела, и я знаю, что вы говорите то, что говорите. Да, и совершенно не было с моей стороны никакого давления и заставляния. Вот, поэтому моя была задача не задавить её, не её неординарность какую-то, не заглушить. И дать ей возможность быть тем, кем она сейчас есть. А сложности, ну, они творческие. И я могу сказать, что каждая постановка наша начинается практически с руганий, потому что каждый слышит музыку по-разному. И вот это вот первые секунды, которые в постановке, они самые тяжёлые для нас. И пройдёт 30 секунд от постановки, всё, мы уже дышим, так сказать, и топаем в одном направлении, и всё прекрасно. Поэтому сложных отношений нет. Вот, нет, я бы не сказала, вот, я бы, может быть, даже пожелала, дай Бог, всем мамам иметь таких дочерей, и всем дочерям иметь таких мам, которые... Я расчувствуюсь. Да, которые, ну, понимают своих детей. Аня, ну, хватит. Так, всё нормально. Ну, мамы, мамы же. Мамы понимают, да. Вот, и когда дети любят своих родителей, несмотря на какие-то сложности творческие, или со здоровьем, или материальные, а сложности у нас в жизни достаточно, и когда они выживают вместе, проходят эти пути, и, ну, в результате достигают каких-то вот вершин, это действительно классно, мне очень нравится моя дочь, я горжусь ей, то, что она стала чемпионкой мира, выиграла Кубок мира, стала дважды серебряным призёром чемпионата мира, поверьте, это не моя заслуга. Чемпионат Кубок мира она выиграла, хотя он был вроде там чемпионатом мира заявлен, но в итоге стал он друг Кубком мира. Это было решено вот так вот, совершенно спонтанно, у неё не было ни костюма, ни постановки, она выбрала то, что у нас в гардеробе нашем, в костюмерной было, и мы быстро на неё переделали, и тут особо, ну, это было абсолютно. На следующий раз, когда я сказала, она готовилась уже к чемпионату мира, я сказала, что не надо, не ходи, вот выиграла и успокойся. Нет, это было не чемпионатом мира, а Кубок. Я говорю, да ладно, всё, было серебро. Я говорю, да всё, уже успокойся, нет, мама, надо, вот надо. И каждый раз вот через моё нет, с её нет, и вот это вот опять, и опять, и вот когда она наконец выиграла этот чемпионат мира, я говорю, боже, ну какое счастье, ну всё, она же перестанет меня уже тягать. Мама, давай мне постановку, давай работать. Вот это правда было сложно для меня, потому что я не хотела, если честно, и это было не моё желание, и эти были сложности, и каждый раз, вот, ты всех готовишь, меня ты не готовишь, я у тебя тут на остаточном, так сказать, по остаточному принципу обслуживаюсь. Ну это я тоже слышала. В общем, у вас нормальные абсолютно отношения отца и дети, описанные у классиков, в общем, всё, всё хорошо. Слава Богу, хорошо, и вы на самом деле очень рады за вас. Наталья, вы же очень много лет занимаетесь балли-дэнсом. Не надоело ли он? Ой, вы знаете, какое-то время надоело, если честно, и были этому две причины, а скорее всего, всё-таки, наверное, одна причина, которая одна из другой вытекает. Вот по причине того, что я 7 лет болела, я болела очень сильно, и на гастроли выезжала неохотно, очень мало, мало общалась с коллегами, танцевать мне было больно, жутко, пачка деклофинака и просто полуобморочное состояние, то ли упаду, то ли не упаду, удовольствие это доставляет слабое. И в какой-то момент мне это настолько надоело доставлять себе физическую боль, вот скажем вот так вот, а просто вот лечь и просто вот лежать и, ну, умирать, да, вроде как я не могу, но я очень жизнерадостный, жизнелюбивый человек. Ну и огромная ещё воля, потому что заставить себя встать и пойти дальше. Да, да, и, да, да, наверное, воля, да, согласна. Вот, и когда мне вот, когда вот очень больно месяц, два, год, три, пять уже вот, и обидно то, что ты не можешь общаться с коллегами, не можешь танцевать на мастер-классах, то, что я люблю учиться. Приглашаю педагогов, вот честно говорю, эгоистка жуткая, приглашаю педагогов, чтобы у них поучиться самой, вот. Вот, а не могу это делать, ну, вот, до смешного… Уже можете. Уже могу, да, уже могу, да, 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 уже могу, всё, да, да, уже всё могу. И вот как-то мне это так, а двигаться-то надо вперёд. Конечно, я научилась, да, в принципе, меня учили, когда вот мы занимались там, вот, собственно, получала я свою профессию. И мы в метро в Москве ехали, вот, манты, раз, и два, и три, четыре, пасы, раз, и два, и три, четыре, дэвлепэ, ронды, 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 ронды. И вот мы ногами, руками вот это всё, ну, то есть мы это всё учили, не делая ногами. И я могу, глядя, даже я понимаю, я чувствую эту мышцу, которая вот, она работает. И, собственно, танцы, я, честно сказать, тоже так же сочиняла. Вот, и, ну, какой-то момент, наверное, мне надоело это делать, потому что нет физики, нет движения настоящего, и я устала от этого. И мне это надоело. Но не бэлли-дэнс, наверное, бэлли-дэнс как таковой, а вот из-за того, что этот бэлли-дэнс сам для меня стал скушен, из-за того, что я сама не могла развиваться. Хотя постановки я делала неплохие, они выигрывали там какие-то, и они интересные, и образы, и всё. Но руки и ноги были не мои. Кстати, могу сказать, что руки и ноги были ибру. Потому что очень часто, да, она была со мной на постановках, она понимала мои пальцы, мои, как это надо делать, и она делала, показывала, и, да, и девочки записывали, и вот так вот мы делали. Делали шедевры в четыре ноги, в четыре руки. Как всегда, собственно говоря. Да. Так что претензии-то не к бэлли-дэнс скорее, а к невозможности моей развиваться вот в этом стиле. И, ну, это ни в коем случае не танцевальное направление. Слава Богу. Поэтому, что нового вы для себя открываете сейчас в бэлли-дэнсе, восточном танце? А новое себя открывает то, что очень много современных движений, современных стилей, и это не только стрит-шаби, а в принципе танцевальное направление, вот восточное танцевальное направление, как фольклор, как шоу-бэлли-дэнс, как классика, они, на мой взгляд, расширяют свою лексику, обогащают свою лексику за счет современных танцевальных направлений. Ну, это такое взаимное проникновение, потому что очень много в современных танцевальных направлениях восточных движений и вот этой пластики восточной. Поэтому я считаю, что это очень полезно. И я, ну, может быть, поспешила. Кстати, я пошла заниматься в очень классную школу вот в мае и порвала там дважды связку, не восстановилась, я еще после операции. Но мне так хотелось танцевать во Франции на фестивале очень интересную песню, французскую песню «Последний танец». Я забыла, как эта певица называется, но вот «Последний танец» — это такая классная французская вещь. Просто я пошла заниматься в школу современного танцевального направления и получила колоссальное удовольствие и порвала связку. Ничего. Я надеюсь, мы еще увидим этот номер. Да, я думаю, что вы это увидите, я его доделаю. Поэтому я вот для себя открываю вот это. Мне это очень нравится. Здорово, развитие всегда хорошо. «Бьюти-вопрос» — его задают всем участницам интервью. Расскажите о своих трех любимых средствах, которые вы используете для сцены. И двух любимых парфюмов. Ой, парфюмы... Вы знаете, как-то я с именами, наверное, не очень дружу. Ну, мне нравятся, да, мне нравятся ароматы очень женственные, достаточно тяжелые, такой, знаете, горько-сладкий вот такой вот микс. Для себя, будучи недавно в Дубае, впервые я побывала в Дубае, не по работе, а просто отдыхаю. Я открыла для себя арабские парфюмы. Это восторг. Я не знаю, что я... Как я жила до этого вообще, в этой жизни? Ну, дорогую, удовольственную. Я хочу сказать, что это имеет колоссальное значение. Ими можно одеваться и больше ничего не одевать. Очень интересно. Очень интересно, да. Вот. И средства для сцены. Ну, вы знаете, если честно сказать, я на сцену выхожу достаточно редко. И вообще я люблю пользоваться услугами профессионалов. Вот как меня профессионал накрасит, вот так оно и... Так тому и быть. А вообще бренды мне очень нравятся. Клиник, Ламер, ну, и Клоранс. Ну, это вот Ламер, Клиник, Клоранс. Хорошо. Наташа, у вас есть время вообще для чтения книг, для просмотра фильмов? Может быть, вы что-то посоветуете интересное для нашего развития? Для развития. Для развития я посоветую, конечно же, читать книги, смотреть кино. И вообще ходить на драматические спектакли, в музеи. Это не я это придумала. Николай Цискоридзе как-то в своем интервью тоже говорил о том, что он вводит своих учеников по музеям. Не все ученики это понимают и оценивают правильно, и ценят это в принципе. Но я своих учениц вожу и в театры, и в музеи. Мы читаем книги вместе, мы декламируем стихи вместе, заучиваем эти стихи. Мне это очень нравится самой. И, конечно, смотрим на наших коллег. Это тоже очень важно. Потому что держать руку на пульсе обязательно нужно. И школа Оазис Дэнс – это не последняя инстанция в Бэли Дэнс. Я с удовольствием смотрю на своих коллег. Мне это доставляет удовольствие. Поэтому, что, собственно, я советую всем остальным делать? Смотреть чуть дальше собственного носа. А что касается развития, вы знаете, я совершенно недавно тут узнала, ну, столкнулась не я, а мои родственники столкнулись с такой болезнью, как болезнь Паркинсона. Это страшная болезнь. И хочу сказать, что эту болезнь, ну, наверное, вылечить уже невозможно. Но предотвратить можно, занимаясь физическими нагрузками, изучая языки и заучивая стихотворения, и декламируя их. То есть чем больше мы тренируем память нашу умственную и мышечную, тем больше шансов убежать от этой болезни. Что, собственно, я рекомендую всем делать в любом возрасте. Ну, вот, может, сейчас на ум приходит какой-то любимый фильм, которым хочется поделиться, чтобы обогатить впечатление. Загадочная история Беджамина Баттена. Я могу его смотреть бесконечно. И знаете, почему? Ну, опять-таки, да, вот, возвращаясь к моей не очень здоровской истории, наверное, касаемо здоровья. Вы знаете, когда ты обездвижен, ну, пусть я не такая уж и старая, да? Наташа, что вы говорите такое? Ну, когда ты обездвижен, вот это вот состояние возраста, да, его ощущение, оно... Вот ощущение, если только ощущение. Да, если только ощущение. Но в этом фильме показан, как человек из вот этого пожилого немощного состояния постепенно превращается в молодого цветущего юношу. И пройдя вот эту немощность, как он трепетно в своём юном возрасте относится к жизни, к времени, к своим друзьям, старикам, детям. Это совершенно другой взгляд на жизнь. Это потрясающе. Вот со мной была практически такая же история, но мне так повезло. Мне так повезло, что не имея двух ног, я их снова приобрела. И я понимаю, как это ценно, когда ты немощен и не можешь не обуться, не одеться, не пройти. Когда мне говорят, да там вот рядом 200 метров и направо, да я понимаю, что эти 200 метров буду идти два часа. И мне это не рядом совершенно, это для меня в принципе не расстояние, которое я могу пройти. И когда ты потом возвращаешься, вот как он становился молодым, так я приобретаю эту возможность ходить и жить. И ты ценишь это по-другому. Каждую секунду ты открываешь. Кстати, вот там шоу-бизнес, да ребята, какие некорректности, да мне это настолько это все, настолько это вообще не трогает. Я получила жизнь в подарок. Поэтому открываешь глаза и настолько счастлив. И вот хочется всем сказать, ребята, цените эти минуты. Вот это такой шикарный фильм с такими шикарными актерами. Он такой жизненный, хотя такого в жизни не бывает, но он жизненный фильм. Он учит, он учит. И я его, вот я его смотрела раз в пять. И знаете, вот я, наверное, могу его до бесконечности смотреть. Ну, как напоминание. Как напоминание. Что надо радоваться и ценить в этой жизни и саму жизнь. Да, это здорово. Спасибо за рекомендации. Наташинка, на ваш взгляд, нужна ли танцовщица восточного танца хореографическая база? Конечно. Я не буду оригинальной, если скажу, что хореография классическая – это единственный вид танцевания, который готовит универсальное тело для работы, для танца. А наше с вами тело, насколько оно у нас универсально, настолько большими широкими возможностями, выразительными мы обладаем. Чем больше мы имеем возможностей, тем наш танец приобретает больше красок, так сказать, способов воздействия на зрителя, выразительных средств и так далее. Это аксиома, которую, по-моему, не знаю, любой ребенок уже знает и понимает. А что касается еще, опять-таки, здоровья, тело, воспитанное классическим танцем, оно заранее подстраховано от каких-то нежелательных моментов, которые все-таки есть. Обратная сторона медали у танцев, если ты занимаешься этим профессионально. Вот грамотное, воспитанное, как я говорю, воспитанное тело имеет хороший мышечный корсет спины, рук, ног. Мышцы очень классно держат наши кости, суставы. И вообще мышцы – это великая сила. Оно может, мышцы могут искорежить ваши кости, вы понимаете? Вы понимаете, неправильно или зажатые мышцы по прошествии времени корежат ваши кости. Это страшно, ребята, это страшно. Поэтому, когда занимаются преподаванием и воспитанием людей, я имею в виду в танцевальных залах, неграмотные педагоги, мне хочется кричать «караул!». Потому что, ну ладно, разовый урок-то позанимался, а когда годами человек неграмотно преподает, и какая-то мышца, она недоразвита или зажата, нераскрыта, она корежит кости. Мышцы – это страшная сила. Мышцы – это классно, это наши помощники. Наши мышцы держат наш спину, наш позвоночник. Вы понимаете, что позвоночник имеет вот такой вот, вот, там нету, там это не одна кость. Это вот позвоночки между собой, вот так вот, они сами по себе сложатся и держат это вот, это все наши мышцы. И если эти мышцы неправильно работают, если они из года в год не раскрываются, неэластичны, зажаты, ребята, вы инвалиды. Поэтому, когда преподают неграмотные педагоги, мне хочется сказать, да, пи, пи. Вот здесь вот можно в камеру пи, пи. Многозначительная пауза была. Да, да. Вы все поняли. Да, и поэтому на самом деле это очень страшно. И Бог судья тем педагогам, которые дают зеленую дорогу в жизнь своим ученикам неграмотным, чтобы те преподавали. Бог судья тем родителям, которые отдают детей к таким неграмотным педагогам. Бог судья тем родителям, кто является родителем вот этого неграмотного педагога, который корежит здоровье и судьбы людей. Вы понимаете, я понимаю, что учитель в школе, если он не дал выучить стихотворение Есенина ученику своему, он его ущемил и обеднил душевно. А мы-то ущемляем здоровье, с нас спрос втройне в 10 раз больше, поэтому, ну тут просто такой момент, действительно, вот ваша там ученица преподает, извините, расстрелять сначала педагога, потом маму, потом ученицу, которая преподает. Вот, а как, где подвздошная косточка, где плюсневая кость, где мышца, вот если этот ребенок, преподающий это, не знает, вы понимаете, это чревато. И понимаете, если бы я не пережила в своей жизни вот такую вот трагедию со здоровьем, может быть, я была бы более лояльна, да. А вот пройдя вот это все, так это у меня тренированное тело. Почему это случилось со мной, это как бы 10 вопрос, там генетически, не генетически, передалось там наследство. Мы это сейчас не обсуждаем. Этот факт свершился. Я это прошла, я смогла восстановиться, но придумали. Вот, большое спасибо тому человеку, вот я не знаю, кто придумал искусственные вот эти металлические суставы, которые сделали и которые теперь позволяют мне иметь заново две мои, почти мои две ноги. Вот, это здорово. Я вернулась и встала на ноги. А представляете, если испортить то, что нельзя восстановить, это же катастрофа. Поэтому, вот я к этому очень трепетно отношусь. Ну, пройдя то, что я прошла, мне кажется, я имею право на то и указать людям, что вы не правы, ребята. Вы совсем не правы. Учим матчасть. Да. Понятно. Позиция ясна. Да. Я согласна абсолютно с вами. Наташенька, а что для вас вообще танцева там или танц? Что он вам дал? Чему он вас научил? Что дал? Я буду откровенна. Чем больше я занимаюсь этим видом танцевания, тем больше я понимаю, что я сделала свой правильный выбор. Лишь только потому, что я продлила возможность танцевать на сцене. Но согласитесь, в 50 лет, а мне через полгода будет 50 лет. Да, 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 да. Вот. И 50 лет танцевать на сцене русские народные танцы, наверное, все-таки не очень здорово. Это как Присецкая спрашивает. Вы считаете, как, вот когда там 60 лет, там 70 лет можно танцевать? И он говорит, можно, смотреть нельзя. Вот. Танцевать-то можно. Смотреть было бы уже странновато. Вот. Поэтому, опять-таки, из эгоистических таких соображений, спасибо моему виду танцевания, любимому гули-дэнс, который позволяет мне находиться дольше на сцене и получать от этого удовольствие. И я надеюсь радовать людей. Вот. А то, что еще дал, вы знаете, для себя, когда я начала заниматься когда-то, уже будучи хореографом, начала заниматься восточными танцами, я поняла, что это не просто арабский танец, там, турецкий, арабский, там, египетский. Это просто женский танец. Это просто танец женщины. И хочу сказать, что, обратите внимание, даже с Оксаной мы сегодня, я брала у нее интервью и разговаривали, и мы прямо в унисон ответе отметили то, что это потрясающе, это же уникально. Вы понимаете, не один танец, смотрите, русский народный танец будут учить в Египте или там в Японии, или там в Каире, в Истамбуле. А арабский танец учат везде. Это настолько международный танец, он просто потому, что он женский танец. А женщины, как мы знаем, живут во всех странах. Я думаю, интуитивно женщины идут. Потому что вот так, если с учениками вновь пришедшие на занятия спрашиваешь, а зачем вы пришли, большинство как раз вот хочет, а, я хочу. Я же женщина. Я женщина, да. То есть у нее возникает исключительно только, что она хочет быть привлекательной женщиной. Да, да. Поэтому вот, наверное, вот это меня очень привлекло в этом танце. Я это почувствовала и захотела этому больше и лучше научиться. И, соответственно, передать уже потом своим ученикам. Ой, осталось три вопроса. Три, два, один, пуск. Наталья, какие у вас амбиции, связанные с восточным танцем? Что вы еще хотите добиться? Еще. Я хочу еще танцевать. Достойная, на самом деле. Мастер танцевального. Да, ничего больше не давать. Очень хочется услышать прогноз от Наташи Быкер. А какой он восточный танец, балетин с будущего? Я надеюсь, что восточный танец будущего будет грамотным в плане преподавания, грамотным в плане исполнительского сценического мастерства и востребованным, и понятым с позиции искусства. И в мире культуры и искусства он будет стоять на достойной позиции, на уровне других танцевальных направлений, которые уже являются признанными. И, к сожалению, пока еще этого не происходит с нашим видом танцевания. А что нам надо сделать, чтобы произошло? Чтобы нас признали? Я думаю, что все-таки, как это, танцуем от печки, все идет с обучения. Когда у нас будут грамотные школы с грамотными педагогами, с грамотными отношениями, педагог, ученик, грамотные тела воспитанные и умные танцовщицы, тогда, я думаю, что наш вид танцевания будет звучать по-другому и будет востребован и поставлен на ту ступеньку пьедестала, которую он достоин. Будем надеяться, потому что многие сейчас об этом говорят и очень переживают, что нас не воспринимают серьезно, а мы очень серьезная танцовщица. Да. Какое самое яркое переживание у вас было, когда вы так... Да. И так что там было ярко... А что там было ярко там? Что там так было ярко? Какое самое яркое впечатление у вас? Да, что ж такое? И что такое? Ой, Оксаночка! Папарацци, приполз. Какое самое яркое впечатление вы испытывали на сцене? Какие эмоции вам запомнились? Вы знаете, я, наверное, с одной стороны не буду оригинальна, а с другой стороны, наверное, все-таки буду оригинальна. Объясню почему. Самые яркие эмоции именно в танце живота, да, я испытала тогда, когда я танцевала чемпионат мира в 2004 году. И, наверное, кто-то посмотрит на это танцевание и скажет, что это не самое сильное мое исполнение и не самое сильное исполнение в принципе в восточном танце. Ну, объясню такую вещь. Во-первых, я очень хотела танцевать. Хотела танцевать на чемпионате мира. Я училась на тот момент, и эту постановку делали и Харасио Сефуэнтес, и... Как ее, господи... Ирина Попова, да простит меня, Ирина. Вот, замечательный мастер, ну, как ее, да? Не очень здорово. Ира очень классный мастер. Вот, и Беата Сефуэнтес. И как бы вот эти вот мастера, они вложили в эту хореографию много, и мне хотелось ее, пропустив через себя, выдать очень много. Я, наверное, очень сильно старалась вот работать над этими переживаниями. То есть я не думала там о порядке движений. Я была в таком драйве и кайфе. И это, учитывая то, что это было час ночи, вообще-то это финал чемпионата мира был уже в час ночи, и безумно все устали, финалисты все расползлись уже, и просто там по стенке сползли, еле дожидаясь своего финального выступления. И вот пройдя вот эти вот там огромные отборочные туры по 300 человек, но тогда не было профессионалов, там, какие-то там сборных, тогда просто молотилово такое было. И вот пройдя вот эти вот все, как сказать, круги ада, и во времени, и пространстве. И когда ты выходишь, и ты реально понимаешь, что вот это вот, это твое, это твоя площадка, твой зритель, и ты в нужном месте, в нужное время, и это твой шанс. Это просто... И перед выходом, я знаете, вот когда лошадь перед скачками перебирает вот так вот ногами, да, и вот у меня вот такое вот... И когда комок вот ходит сюда, и вот думаешь, ну все... И вот когда ты танцуешь, и реально понимаешь, что а это твой зритель, да, и ты вот то, что хочешь, что ты ему говоришь. Больше такого не было в моей жизни. И я выдала действительно, может быть, там, когда по видео смотрят, это не видно, но кайфа и драйва было столько, и с моей стороны, и зрители испытали однозначно, потому что зал орал, я не успела уйти из паркета, Мария Шашкова выбежала ко мне и сказала, «Я хочу у вас взять мастер-классы, пожалуйста, дайте мне уроки, где вы преподаете». Какой у меня ни школы, ничего, и вообще меня зовут никак, и я в мире были дэнс. Я никогда это не забуду, потому что для меня Мария была уже на тот момент вообще и с титулом, и со званиями, хотя там никакой чемпионки не было у нее, так сказать, загажники, но она была мастером для меня и, скажем, каким-то эталоном по манере, по подаче, по танцеванию. И когда этот мастер бежит к тебе, и ты еще вот еще свежий, она еще не, действительно, никто не знал, кто я там займу, я что-то не займу вообще, но это был финал. И, может быть, я нам последнее бы место заняла в этом финале. И когда к тебе вот просто реально не дают уйти даже еще с паркета, а вот жмут руки и вот чуть ли не вот «это классно, это просто божественно, и дайте мне индивидуальные уроки», у меня таких впечатлений в жизни больше не было. Я испытала кайф на сцене, кайф, не дойдя до края сцены. И это было потрясающе. Я больше такого в жизни не испытала, наверное, никогда. Вау-вау. Вау-вау, да. Это была очень приятная беседа. Я так счастлива, Наташа, что я с вами побеседовала. И теперь хочется пожелания, чтобы вы... Так, что же хочется? А мне хочется. Мне хочется, чтобы все подписчики этого паблика, да и, в принципе, все люди были здоровы, были счастливы, любили и были любимыми. И чтобы им сопутствовала удача. Вы знаете, на самом деле было много любви на Титанике и много здоровых людей, но там не было удачи. Поэтому... А нам нужна удача. Что я, собственно, вам и желаю. Всех люблю, целую. Ваша Наталья Беккер. Да, спасибо, до свидания. Вы сделали это. Есть. 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 Есть.